Добрый день, уважаемые коллеги! Очень приятно встретиться хоть и в онлайн-формате с такими знаменитыми учеными, специалистами. И хотелось бы, как логическое продолжение нашей сессии, остановиться на системной терапии сарком мягких тканей. Как мы знаем, что саркома мягких тканей очень редкое заболевание, но широко вариабельно по гистологическим подтипам, как нам подробно и прекрасно рассказал доктор Рената Кавали. И при выборе системной терапии мы, как всегда, основываемся на прогностических факторах. Это клинические, которые являются характеристиками самой опухоли, характеристиками пациента и патоморфологическими. Все, что касается гистологического материала. Системная терапия сарком мягких тканей включает не адъювантную, но адъювантную химиотерапию и лекарственную терапию медостатических форм. Основными принципами выбора системной терапии является, конечно, разделение на чувствительную к химиотерапии или нечувствительную к лекарственной терапии гистологических подтипов. Характеристики самого пациента, потому что кандидатами для агрессивной терапии являются пациенты с симптомными заболеваниями, требующие быстрого начала терапии, или необходимость преобразования неоперабельной формы в резектабельную форму. И, конечно, основной целью лечения является улучшение качества жизни и увеличение выживаемости. Красной нитью по всем докладам проходит, конечно, роль мультидисциплинарной команды как основной элемент улучшения эффективности лечения злокачественных опухолей. Что касается неадъювантной химиотерапии, конечно, она направлена на уменьшение размеров опухолей, уничтожение микрометастазов и также возможность оценки эффективности к цитостатикам ин-вива. Неадъювантная терапия назначается пациентам с высоким риском рецидива опухоли. Проводились исследования, с чего же начинать неадъювантную терапию, это стандартную антрациклинсодержащую терапию, или все-таки подбирать режимы по гистотипочувствительности. Однако было выявлено, что стандартные режимы химиотерапии с антрациклинами и фосфамидами оказались наиболее эффективными у пациентов с высоким риском рецидива. Также проводились исследования назначения переоперационной химиотерапии или неадъювантной химиотерапии, что лучше. По данным обследования, уже на протяжении 10 лет проявляется такая картина, что переоперационная химиотерапия не обладает преимуществом и, возможно, ограничится только тремя циклами неадъювантной химиотерапии. Что касается адъювантной химиотерапии, также основной целью является увеличить время до возникновения рецидива, отдаленных метастазов и также назначается пациентам с высоким риском рецидива опухоли. Это мы все знаем, это высокая степень злокачественности, глубина инвазии и большие размеры опухоли. Еще в 1997 году было выявлено, что да, назначение адъювантной химиотерапии увеличивает общую выживаемость не намного на 10%, но все-таки обладает преимуществом у пациентов с неблагоприятными факторами риска. Были исследования, например, у РТСИК, где не было выявлено статистической значимой разницы на значение адъювантной химиотерапии, однако при более подробном анализе данного исследования и разделении пациентов с наиболее неблагоприятными факторами, которые относились к прогнозируемой низкой продолжительности жизни, действительно ответили на химиотерапию лучше, чем те, у которых были менее низкие факторы риска. Это красные графики. И время без прогрессирования, и общая выживаемость были статистически значимы в этой группе. Что касается лечения метастатических форм. Здесь, конечно, первой линией терапии назначается и обладает преимуществом антрациклиновые режимы, которые могут назначаться как в монорежиме, так и в комбинации с другими препаратами. Конечно, пациенты с удовлетворительным состоянием, с бессимптомным течением, и пациенты старше 65 лет являются кандидатами для монотерапии антрациклинами. Во второй линии лекарственной терапии основным препаратом является гемцитабин и его комбинация с дотсетокселом, с дакарбазином. И здесь уже подключается таргетная терапия. Такие препараты, как ирибулин, позапонип, трабектидин, которые имеются в рекомендациях как в зарубежных, так и в российских. Что касается агрессивных форм саркома мягких тканей, такие как альвеолярная, светлоклеточная саркома, здесь возможно использование таргетной терапии, например, сунетиниб, при пекомах сиролимус, и, как говорил доктор Роберто Кавали, это назначение препаратов, мишенью которой является мутация НТРК, это ларотроктиниб и энтроктиниб. Проводились исследования, в которые включались также и саркомы мягких тканей. Конечно, в первую очередь, и это никогда не потеряет своей актуальности, это участие в клинических исследованиях наших пациентов. Как раз хотела представить случай агрессивной опухоли, эпителиоидно-клеточной опухоли, и здесь как раз тот случай расхождения диагнозов. У пациента в прошлом году появилось образование левого предплечья, небольшое, выполнено широкое сечение с пластикой, свободным лоскутом, однако через месяц у пациента возник рецидив. На тот момент при иммуногистохимическом анализе и гистологическом остался диагноз беспигментная меланома кожи, и пациенту выполнено одно введение неволумаба. Однако после этого введения у пациента было отмечено гиперпрогрессирование с бурным ростом, вот смотрите, до таких размеров опухоли. Далее он обратился в наш центр, где по санитарным причинам выполнена санитарная аппутация левой верхней конечности на уровне средней третьей плеча. С экстезией биопсии подночной лимфозой и по данным полного гистологического и многистемического исследования была выявлена недифференцированная эпителиоидно-клеточная саркома мягких тканей. Не было выявлено дефицита белков в системе репарации ДНК, а также не было выявлено экспрессии ПДЛ-1. В то же время у пациента были выявлены множественные мелкие метастазы в легких, подмышечные лимфоузлы и также множественные метастазы мягких тканей культилевой верхней конечности. Начали химиотерапию стандартную по схеме доксорубицин-фосфамид, провели 6 циклов и эффект лечения полный регресс подмышечного лимфоузла, частичный регресс очагов у легких, а также полностью регрессировали вот эти мелкие метастазы подхожной клетчатки культи. В настоящее время пациент уже 4 месяца наблюдается, но посмотрим, как дальше будет протекать заболевание. Какие препараты были зарегистрированы в этом году? Эти препараты касались теносевиальной гигантоклеточной саркомы, гигантоклеточной опухоли, это пиксидертиниб, также новости были и при лечении опухолей G-системы, это вапротениб и риопротениб, и также при эпителиоидной клеточной саркоме. Какие новости были на конференции АСКО 2020 года? Вот здесь как раз исследовался гемцитабин с позапонибом у пациентов, у мягкотканных сарком по сравнению с гемцитабином. И было выявлено такой нюанс, что да, все группы ответили на лечение, однако та группа липосарком, при которой ранее не изучался так подробно назначение позапониба, ответила с объективным ответом в три раза больше, чем в контрольной группе, а также с увеличением общей выживаемости, ответила липосаркома почти в четыре раза, и с увеличением времени без прогрессирования почти в шесть раз. То есть перспективы данной схемы терапии огромные. Что касается ПИКОМ, здесь изучался препарат НАПСИРОЛИМУС, который также показал выдающиеся результаты с годичной выживаемостью 88%, и оральная форма апоклитоксила с ингибитором мультилекарственной резистентности и инсеквидаром показала также высокие результаты с медианой общей выживаемости 92% более около двух лет. Также изучалась комбинированная иммунотерапия неволумабом, эпилюмумабом и трабектидином. Также получены достаточно обнадеживающие результаты с шестимесячной общей выживаемость 75%. Но эти исследования продолжаются. Продолжаются также различные другие исследования с включением химиотерапии, иммунотерапии. Я думаю, вскоре у нас появится возможность лечить наших пациентов и достигать больших результатов, которые мы имеем сейчас. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...